Здание Ниджилинской школы восстановлению не подлежит. Образовательное учреждение было построено в 1986 году. В последние годы уже четыре раза проводили ремонт, утепляли фундамент, несущие стены. Если и в планах строительства новой школы, знает наш собственный корреспондент. В 2014 году из-за износа балки на первом этаже в комнате раздевалки провалился пол. Деревянный фундамент весь износился, местами уже не выдерживает нагрузку. Временно установлены поддерживающие опоры. По углам и стенам ширина трещин составляет 4 сантиметра и более. В последние годы в селе Чагда наблюдается положительная динамика роста населения. В настоящее время у нас в школе учатся 97 учащихся, а со следующего года уже в школе будут учиться более 100 человек. Потребность нашего поселения уже выросла, и поэтому мы хотим, чтобы нам построили школу на 120 мест. В зимнюю пору на первом этаже температурный режим ниже нормы. Учащиеся вынуждены учиться две смены на верхнем этаже. Старшеклассники уже мечтают о новой школе, где своих везучих младших братьев и сестер. Мы хотим, чтобы у нас был большой спортзал, потому что у нас мальчики все занимаются спортом, как вольная борьба, бокс, волейбол и легкая атлетика. Коллектив Ниджилинской средней школы направила письма обращения правительству Республики Саха-Якутия Госкомитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения с просьбой о включении в пункт проекта «Стратегия социально-экономического развития Республики на период до 2030 года о строительстве новой школы на 120 мест и о проведении комплексной экспертизы здания на аварийность». И уже в марте этого года ожидают приезд комиссии с экспертизой. Туяра Кукарева, Василий Федоров, Кобяйский Улус Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова